друзья приветствую алексей из москвы прислал образцы масла zig zero 030 это у нас c3 с volkswagen 504 507 так значит немножко свежего и отработка из дизельного автомобиля ведь как она темненькая значит автомобиль этот у нас audi q7 2008 года приобретался в семью новым с в 8 дизельным 4.2 tdi btr значит 326 лошадиных сил пробег общий чуть менее 107 тысяч пробег на масле 9900 средний расход 12,8 литров на 100 километров было долито пол-литра масла ликви моли 4200 и топлива используется газпромовская и татнефть так давайте посмотрим на что похоже данное масло и смотрите максимальное совпадение это у нас neste, opet fulltek, lukoyl germancar, volkswagen longlife 3 все образцы замешанные на пакете инфиниума самым распространенным наверное ну и сомнений нет что и это масло тоже в этом масле тоже используется пакет от инфиниума вот такой с volkswagen 504 507 то есть здесь понятно практически половина списка здесь же и zig top и равенол и mobile esp ну далее уже по убыванию кому интересно можете остановить и посмотреть так давайте посмотрим что у нас по базе по базе у нас видно четкое разделение максимальное количество пау у нас в равеноле vsw тоже 030 c3 такой же немного уступают ему три масла это данный zig zero тоже с пау далее mobil 1 esp lv 030 это старая формула с пау эстерами и motul specific ll 12 fe c 2 и посмотрите любопытно shell helix ultra 030 и оригинальный volkswagen ll3 030 производство shell из германии тоже вот видите одинаковый уровень демонстрирует практически но там с небольшой разницы скорее всего погрешность партии так далее по эстерам с сукцинемидом здесь мы видим по сукцинемидом все у всех практически одинаково за исключением motul specific ll 12 fe тут как бы провалено ну и самые слабые значит эстеры присутствуют у нас в мобиле как я уже сказал старой формуле присутствовали сейчас мобил уже не тот вот и в равеноле то есть в принципе вот смотрите равенол даже в некоторых позициях поинтереснее старого мобила то есть в базе больше пау ну и остальные видно одинаковый пакет линия в линию идут с небольшими там нюансами отклонениями так давайте посмотрим данные по свежему так зигзеру я подписал москва 504 так обозначил типичные кстати значение окисления нитрования окисления где-то у этих масел примерно 12 13 нитрования 5 5 с половиной чаще всего вот противоизносных присадок странно 057 маловатый низковатый скажем уровень фенольных антиокислитель 023 аминных 078 тоже кстати типично для скажем наверно так старой версии данного пакета и щелочное 675 год для отработки чуть-чуть занижает данные и кислотный 154 вязкость рабочая 1163 ну типичная для c3 вот далее переходим к отработки отработка audi q7 42 ты дай 9 900 солярку прибор не нашел в масле окисление нитрования нарастает понемногу противоизносных присадок стало больше но это обычная реакция на сажу не удивляйтесь ничего тут всегда так происходит фенольных антиокислителей остаток еще две третьих аминных 78 процентов еще достаточный остаток значит щелочное по версии спектрометра 5,15 и кислотная 269 значит ну я бы сказал наверно здесь что где-то 250 точно моточасов должно быть и обратить внимание вязкость рабочая при 100 градусах увеличилась то есть масло загустело и уровень сажи 0,22 сотых значит невысокий топливная работает хорошо и давайте посмотрим значит что же с вязкостью на самом деле она загустела или нет так когда видим загущение загущение это чаще всего или очень жесткий перекат чего здесь не присутствует или вторая самая распространенная причина это замедленная смесь повышенная температура в камере сгорания топлива помимо того что дает энергию она еще охлаждает камеру сгорания после каждой вспышки здесь мы видим дакс это нельзя учитывать сбрасывать со счетов еще доливку пол-литра но здесь картер большой там в районе помню 10 литров вот так что я думаю что скорее всего это связано со смесью может быть тнвд недостаточно надавливает или какая-то из форсунок не доливает вот такая вот ситуация хотя сажи немного ну и прогноз к сожалению моточасов нет я так понял сбрасывался счетчик в какой-то момент или клемма отключалась нюанс это значит прогноз по мощным нейтрализующим это 17700 практически по оксидам азота 58 с половиной тысяч и 54 с половиной по вязкости в режиме эксплуатации по нижней полоски синий красный видно что забедненная смесь она кстати забеднена чуть больше чем обычно вот поэтому я думаю что есть такая проблемка со смесью кстати я тут статью читал исследование и там указывалось на влияние минеральной так называемой пыли просто пыль оседает на нагревательной нити датчика массового расхода воздуха может изменять показатель до почти 18 процентов то есть она облепляет и занижает показатель на 17 процентов соответственно тоже может носить это свою погрешность в формировании смеси я не думаю что здесь доливка масла ликви моли так существенно повлияла на вязкость с учетом того что картер большой очень у этого мотора во первых это два блока в образные моторы обычно имеет вообще большой картер вот потому что надо два блока смазывать и охлаждать вот и пол литра доливки не должно было существенным образом повлиять поэтому я думаю что скорее всего это забеденная смесь вот и возможно возможно забеденная смесь именно на высоких оборотах не хватает уже производительности тнвд потому что вот алексей нам указал что у него были поездки по 200 километров в час по платным трассам такой получился прогноз масло само по себе хорошее крепкое достаточно вот за счет пау за счет хорошего пакета ну вот такой получился прогноз благодарю алексея за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока